Только чтобы никто не узнал особенно из школы. Ты же никому не расскажешь? Нет. А в клуб я бы с удовольствием сетил. Ладно, жди. Мне как-то я же не верю, за что она сейчас кинет фото. Да ладно! Ого. Блин. Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Олис и бро! Сразу же, просто сразу же бери подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь предудимая супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Эй, бро, да, это опять переписка с преподом. Но поверь, этот раз у меня очень интересная история. Один из моих подписчиков, его зовут Женя, не верит в то, что шкуру можно развести всего за один вечер. И он не верит, что за вечер шкуру можно развести на фото. И не только на фото. Я же ему всё время доказывал обратные. И знаете, что он мне сказал, что к нему в школу пришла учительница? И он не даёт свой логин и пароль, чтобы я её развёл. И знаете что? Я посмотрел её аккаунт в Инстаграме. Это самая настоящая шкура. Постоянно фото в клубе, всякими парнями. Полуобнажённые даже иногда, поверьте. Это как раз признак того, что мы имеем дело с шкурой. Изи. Я согласился, потому что почему бы ему не доказать, что любую шкуру можно развести на любую фото и на всё, что хотите. Поверьте, банды, любому парню вечера хватит, чтобы развести шкуру на всё, что только можно. Главное найти эту шкуру. Но в нашем мире шкур больше, чем нормальных девушек, поэтому какие вот дела. Окей, банды, я прочекаю Инстаграм-аккаунт, и у неё реально только фотографии с клуба, с парнями какими-то разными. Короче, очередная шкура, которую мы сейчас просто на изи разведём. И это мой старый телефон. И если вдруг вы думаете, что я с ним хожу в жизни, то вы очень глубоко ошибаетесь. На свой настоящий телефон я снимаю это видео. Итак, ещё что я хотел сказать. Если вы вдруг тоже думаете, что шкуру невозможно развести за вечер, чего только стоит чат-рулетка. Там не составит труда найти шкуру. Поверьте, туда зайти и за вечер просто можно развести любую шкуру. Окей, на сегодняшнее наше задание это переписываться с преподом. Поэтому мы от имени моего подписчика Жени должны сейчас ей писать. Здравствуйте, Алина Викторовна. Начнём, как всегда, банально с приветствия и типа от чего-то того. И сейчас, короче, нужно быстро придумать причину, почему мы ей пишем. Здравствуй, Миша. Я Женя. Стоп, она уже не знает, как меня зовут. Это очень плохо. Это прям очень плохо. Ой, прости, я чтоб начала работать, ещё не запомнила, как кого зовут. Это, конечно, всё объясняет, но всё же... Думаю, что Жене будет неприятно, когда он узнает, что его называют Мишей. Ничего страшного, я всё понимаю. Короче, явно же, Елена Училка что-то мутит, и она какая-то уже не та. В общем-то, видно, что она немножко не из туда, куда надо. Да, ты что-то хотел? Блин. Чё мне ей сказать? Написать, что за домашку? Так, Жека говорил, что он болеет, и он сейчас на больничном. Она только недавно пришла. Да, ребята говорили, что нужно 500 рублей на шторы сдать. Я могу принести их завтра и пойти домой, ведя на больничном. Изи выкрутился, просто... Мне на какие шторы не нужно сдавать? В смысле? То есть они меня обманули? Получается так. Ой, простите тогда за беспокойство. Теперь мы с ней хоть как-то начали разговаривать, и теперь у нас же с ней есть диалог, который мы можем дальше продолжать. Ничего страшного, я всё понимаю. Она ответила так, как я отвечаю на то, когда она перепутала моё имя. Возвращается, это действует? Не расскажете, что в школе происходит, а то я дойти к друзьям не знаю правду, наверное. Попробуем сейчас войти к ней в доверие, типа, мы такой хороший, не быдло. В школе ничего нового, а то первый день после каникул, когда уже из больничного видишь. Я чё, знаю, чем Женя болен? Надеюсь, что скоро? Жень, я не знаю, да тебе точно придется скоро выйти из больничного, потому что она будет тебя ждать. Ну давай быстрее выздоравливай. Спасибо. Окей, вот так вот наша переписка продолжается, ничего такого особенного, но мы всё же пытаемся что-то выбить из этого. И она вообще не поддаётся никак Афере. Она отправила смайлик. Она вообще никак не поддаётся этой провокации. Она выглядит как святая девочка, а не шкура. Я не знаю, как её разводить, но по её фотографиям в инстаграме не очень-то можно сказать, что она обычная. Обычная хорошая девочка. Ладно, окей, пора уже начинать действовать. У вас есть парень? Если есть парень, то это будет беда. Я не знаю, что делать. Нет, у неё нету парня. Как это у такой красивой учительницы и нету парня? Ууу, сейчас проведём вам банк. Я аж сам волнуюсь, а вроде бы не мой препод, но мне как-то страшно. Не знаю, я не очень люблю отношения, больше люблю отдыхать в клубах. И смайлик. Я тоже иногда посещаю клубы. Жека, я не знаю, ли ты ходишь в клубы, но прости, мне пришлось это написать. У нас типа с ней есть общие интересы. Это довольно хорошо сработает, наверное. Посмотрим, что будет дальше. Круто, может быть, когда-то вместе затусим? Ого, вот это уже предложения прошли. Жека как бы всё ещё в школу ходит, вроде бы 11 класс. А она уже ему предлагает пойти в клуб погулять вместе. Только чтобы никто не узнал, особенно из школы. Ты же никому не расскажешь? Нет. А в клуб я бы с удовольствием сезел. Да ещё и в такой компании. Я же говорил, что она шкура, она уже сама зовёт в клуб парня. Тем более с местного класса. И хоть ему есть 18, и она это знает, но всё равно звать своего ученика с собой в клуб, это как-то странно. Тем более, знаете, чем заканчиваются все дела в клубе, это очень странно. Ещё страннее моё прошлое видео. По-твоему, я красивая? Вообще, в душе не грибуляно красивая, но напишу да. Да, и фигура у вас сногсшибательная. Сногсшибательная? Откуда я эту слову взял? Ты меня видел всего пару раз. Я успел заценить. У меня глаз намётанный. У вас фигура лучшая, у кого я видел. Ху! Вот это я написал. Я бы от своего имени такого точно никогда не написал. Ой, ну спасибо. Ей понравилось, я прям удивлён. Офигеть, она реально шкура. Окей, ладно, теперь нужно действовать на то, чтобы она скинула свои фотографии. Хотелось бы поближе рассмотреть. В смысле, Жаня? Ты это на что намекаешь, ммм? Исмайлик. Она как бы сама не против уже скинуть. Этот девичий закон поморозится. Ну было бы неплохо увидеть фото вашей фигуры, Исмайлик. Конечно, если вам не сложно. Окей, сейчас она меня пошлёт, то... Возможно, она не шкура, но это ещё ничего не подтверждает. Но если я начну соглашаться, то... Всё, парни, это беда. Но будет лучше, чем вживую. В пятницу в клубе. Жаня, не благодари. Её как бы уже идут намёки на то, чтобы после клуба куда-то поехать. Или, может быть, даже в самом клубе. Ведь, как мы знаем, в клубах, в туалете часто происходит всякое порно. Но, блин, хотелось бы сейчас. Фу, блин, ты соглашайся уже, аж мне надоело ждать. Много ты так девушек на фото развёл? Я не понял, она чуть-чуть сейчас сказала, что я стандартно развожу на фотографии. Нет, я никого не развожу. Вы первые, у кого я бы хотел рассмотреть фигуру. Оооо, аж с души легло. Серьёзно. Я думал, что уже всё. Приехали. Сейчас она напишет, что нет, пока ты какой-то дебил озабоченный. Иди уроки учи. Да ладно. Она что, всё-таки меня будет ночевать? Так, а это уже интересно. Сейчас если окажется, что она не шкура, это будет что-то. Уроки не волк, в лес не убежат, а вот вы можете. Чё? Чё я вообще написал? Ну, я даже не знаю, я как бы твой учитель. Никто не узнает. И если вам будет легче, можете скинуть, а потом сразу удалить. Обычно сразу же на это соглашаются всякие там, те. Типа, не скидывая, ты их через 5 секунд удаляй. Типа, я успел посмотреть? Ну, не успел, так хватит тебя. Она пишет, ну, не знаю. Да давайте, вы ничего не потеряете. Наоборот, больше получите, пойдёте в клуб с таким красавцем, как Жека. Ладно, жди. Да ладно! Она согласилась! Мне как-то не верится, что она сейчас скинет фото. Жду. Да ладно! Офигеть! На этот раз уже не студент был, как я обычно студент. А обычный школьник, которому 18 лет, и... Она согласилась на то, чтобы скинуть ему фотографию. Я же как-то не верится, что... И школьник может, получается, развести своего препода. What the fuck? Ну, я сделала одну. Так кидай, что ты ждёшь. Кидайте, я оценю. Ты точно никому не покажешь. И мы точно идём в клуб за твой счёт. Банда! Вот так вот и действуют шкуры! Они предлагают за свои фото, за перепих, чтобы вы им заплатили. Или же они за ваш счёт куда-то сходили. Вот, вот, всё. Мы просто показали, кто здесь настоящая шкура. Даже можно уже фотографию не просить. Я на 100% скину. Я прям на 100% уверен, что она скинет. Хорошо, договорились. Я за всё плачу. Жека, извини. Я знаю, ты не хочешь платить за неё, но тебе придётся. А вообще, ты сможешь отмориться не потесни в клуб. Ну окей, тогда... Блин, фу. Она всё-таки скинула. Хоть и был уверен на 100%, но она всё-таки скинула. И нихера себе у неё тут кардан. Так, погодите, это точно она? Так, если смотреть на её аватарку и на лицо здесь, то похоже. Я хочу ещё на один вопрос ответить. Многие говорят, что я как-то странно реагирую на обнажённые фото преподов, учителей. Блин, ребята, невозможно нормально реагировать на фотографию шкуры. Если она в первый вечер скидывает свою фотографию, разве у вас не будет к ней отвращения? У меня лично будет отвращение к шкуре, потому что она всего-то за вечер отдаётся. Если бы это была обычная девушка, с которой я уже провстречался 3-4 месяца, и она как-то там уже скинула свою фотографию, это было бы приятно. Но никогда шкура кидает в первый вечер свою фотографию. Именно поэтому я так отворачиваюсь бэкью на видео, потому что это не совсем приятно. Так, как тебе моя фигура? Очень красивая? Ух, причём тут без сарказма. У неё реально... Ух. Я рада, что тебе понравилось. В принципе, всё, я своё дело сделал. Но тогда до пятницы я ещё напишу. Я надеюсь, Жека доволен, потому что я показал, кто на самом деле его препод. Окей, банда, вот так вот я попереписывался с учителем со школы, а не преподом с университета. И я ещё раз напомню, что молодого учителя, препода, который только закончил университет, проще всего развести, тем более если она шкура. А в основном случае так и бывает. Ну, не в основном, а в большинство случаев так и бывает. Потому что в университете они слишком сильно развращаются. Некоторые даже ещё со школы. Такие вот дела. Вот так вот это делается. Вначале я даже как-то и поверить не мог, что она скинет. Ведь она как-то так обычно, как нормальная, хорошая девочка. Воспитанная общалась, а потом вот так вот. Это было жёстко, согласитесь. И да, любую шкуру можно развести за вечер. Не в отличие ли это учителем или какой-то директор. Если она шкура, она это сделает, поверьте. Развести шкуру проще простого. Такие вот дела. В моём случае это преподы, которые только закончили университет и приходят работать. Они за деньги или же... Ну, в основном за деньги они готовы сделать всё. Фотографии, ночь, всё. Поэтому, банда, когда вы будете выбирать себе девушку, смотрите аккуратнее там. Всякое может быть. Окей, банда, на этом всё. С тобой бы с Арки Олисой, бро. Сразу же, просто сразу же. Бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь перед римом супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, брат, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. И давай, бро, поставь лайк, ведь тебе это всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. 2 секунды, а 5000 лайков мне за горами. И выходит видео, где я захожу в чат рулетку и развожу шкур. Всего-то за 5 секунд. Там это сделать проще простого. Окей, брат, также подписывайся на мой инстаграм. Потому что, скорее всего, эта фотография будет у меня в инстаграме. Потому что я не смогу её показать на ютубе, ведь ютуб её не пропустит. Поэтому подписывайся на мой инстаграм, ссылка в описании. И фото будет доступно только для подписчиков. Но если вдруг ты отпишешься после того, как увидишь фотографию... Ооо, я выйду за тобой, братан. Я бы тебя не советовал этого делать, серьёзно. Какие вот дела? Эй, бро, вот комменты из прошлого видео. Господи, ты выглядишь, какие они шикарные. Если бы я мог, я бы обнял каждый из этих комментариев. Потому что, господи, они такие идеальные. Но, бро, не расстраивайся, ты тоже можешь под следующим видео. Всего-то, что тебе нужно, ты нажимай на лайк-колокол, и всё. Просто лайк колокольчик, и ты уже в следующем видео. Но, бро, коммент не забудь. И чтобы по твоим комментам не было никаких комментов. И тогда ты попадаешь в следующее видео. Вот такой простенький билет ко мне в видео. Поэтому, бро, не теряй о времени, ведь вся супрем-банда тебя увидит. А на этом всё, бро. Оставайся на такие билеты шикарные. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok